Когда Джамила ел, он звал сына поесть, и когда пил, тоже подзывал к себе сына и поил его. При этом имя Нараяна не сходило с его уст. Поглощенный заботами о сыне, Джамила не заметил, что жизнь подошла к концу, и смерть уже близка. Смахи и евро вайновалам и укам короте его телам поногом не детская. Вот там их арман Это и вадим в теплых мотэш евро в где-то на Анна-мавиш, что падаю креш нам пришлось там, Аталия симатени Ранджы на самом виде на меня. Амю нахоткая сена, прахова, падасе, тоже санкет на прахи. Это и оржу. Падаю креш нам пришлось там, Аталия симати баптик да антес, аммитя на меня и нам, Стресс, раз вот я дару не покею, господавшись, и мне они не паситя дешитить. читаем мы историю жизни Аджамилы очень популярная история и очень вдохновляющая история и сегодня немного поговорим чем же она вдохновляет и сегодняшний стих тоже очень интересный и акценты в комментариях Шилы Прабхупады тоже не просто так если вы обратили внимание на пословный перевод то есть в литературном переводе Шила Прабхупада так смягчил он мастер поддерживать интригу иногда он обостряет какие-то моменты иногда смягчает потому что в данной истории будет чуть-чуть другой апофеоз но так или иначе в тексте вы заметили что используется для характеристики состояния в котором находился Аджамила всем нам знакомое и понятное без перевода слово какое? Мудха, да то есть в конце третьей строчки то есть мудха осел и в переводе это просто там он не заметил вот но на самом деле вот это наше состояние в котором мы не замечаем какие-то очень важные вещи оно вот как раз и характеризует нас вот этим словом это наше состояние то есть такого глубокого невежества когда мы не понимаем как устроена эта жизнь как устроен этот мир какие здесь приоритеты и мы иногда или не иногда вот принимаем за какие-то ценности то что ценностями не является и мы все знаем эти истории про мудху то есть которые там про траву зимой, летом не будем тратить время то есть осел такой не самое умное животное поэтому это синоним такого не очень разумного живого существа и Шила Прабхупада часто приводит пример почему потому что ради пучка травы какой-то еды которая в общем-то вокруг и так просто сама собой растет ослы они вынуждены делать очень тяжелую работу на них нагружают буквально тонны стройматериалов или грязного белья когда везут на реку и даже сейчас в современной Индии мы часто можем встретить эту картину кто бывал тут наверняка видел как этих животных используют для перевозки различных стройматериалов кирпичей там песка и так далее и на них грузят непонятно такой небольшой осел на таких тонких ножках и на нем висит столько груза и вот он выполняет эту всю тяжелую работу ради чего ради того чтобы получить в конце пучок травы хотя трава она растет по обочинам дороги по которой он возит эти все тяжести так и мы находясь в этом материальном мире принимаем какие-то ценности которые ценностями не являются сами по себе и ради этих ценностей совершаем огромную тяжелую работу хотя все это нам и так по праву принадлежит и так нам само собой придет по закону кармы или как то что необходимо нас чтобы обеспечить обеспечивать поддержание нашего тела для вечных вещей которые мы можем делать в этом мире и Джамила забыл о своем вечном предназначении несмотря на то что он был из приличной порядочной семьи браманов привлекшись вот этим пучком травы который сухой и на самом деле никакого счастья не может принести но поскольку этим пучком травы у него перед носом помахали в форме этой сцены которую он увидел то сразу чувства материальные они настолько увлекают живое существо что какие-то абсолютно очевидные вещи мы перестаем замечать и начинаем привлекаться какими-то временными по большому счету не особо привлекательными и ничего не значащими в настоящей жизни вещами и вот это состояние дальше то есть мудхи глупца оно и дальше развивается в том что мы уже как-то вовлекшись и привлекаясь вот этими временными вещами не можем применить разум для того чтобы простой логической цепочкой проследить что же будет в конце к чему приведут наши вот эти усилия для приобретения каких-то временных вещей как они помогут нам добиться нашей главной цели потому что даже если мы не осознаем еще нашу истинную цель вернуться домой к Богу и занять свое место в его играх в его лилах то даже просто какое-то отражение этой цели вот которая сидит глубоко глубоко в покрытом вот этими глупостями анартхами и другой грязью сердце то есть ощущение понимания что наша природа быть вечно счастливыми в играх Господа оно дает нам это понимание что мы ищем этого счастья мы все время где-то его пытаемся понять где его можно найти и если мы хотя бы немного применим разума то мы сможем понять что его нет во временных вещах во всех тех вещах которыми нас соблазняет современный мир и не только современный это материальная природа этого счастья нет потому что счастье не может быть тем что заканчивается потому что счастье которое заканчивается это очень изощренный вид страданий то есть это значит в какой-то момент нас обманывают нас завлекают для того чтобы над нами поиздеваться и вот все материальное счастье оно находится в этой категории нам создают иллюзию нас вовлекают в то чтобы попробуйте понаслаждайтесь и этого наслаждения в принципе нет в никакой деятельности материальной но более того даже отсутствие этого настроения просто наслаждение это просто иллюзия этого счастья приводит нас к абсолютному страданию когда мы теряем даже эту иллюзию и какой бы вид наслаждения в материальном мире мы не взяли мы это можем проследить более того рано или поздно все это закончится то есть рано или поздно нам придется все это оставить и если мы всю жизнь как эти ослы гонимся за пучком травы вместо того чтобы какими-то более вечными ценностями себя готовить к этому главному нашему желанию быть счастливыми и понять что счастливыми мы можем быть только в обществе преданных слуг Господа в обществе Господа при отсутствии этого материального мира то есть мы понимаем что рано или поздно это закончится для этого нужно просто разум как очень ярко это было в фильме Остров смотрели наверняка то есть это был в одно время очень среди преданных популярен это очень хороший фильм есть какие-то моменты но он очень красиво описывает и не нужно быть каким-то там семипядий во лбу или какую-то карьеру построить в религиозной организации или в социальной какой-то организации или в благотворительной то есть для того чтобы осознавать Бога и иметь с Ним связь можно быть в любом положении самым простым человеком все что нужно это стремиться к этой связи и осознавать что все временные вещи они нас только отдаляют от этого что все временные вещи имеют смысл только в одном случае если мы видим их как способ достижения этой конечной высшей цели во всех остальных случаях это большая проблема и помните главного героя который играл Петр Мамонов тоже такая интересная нестандартная личность у него была группа до того как он увлекся христианством и начал таких фильмах сниматься и проектами правда потом какое-то время он сказал все меня из-за этого фильма считают святым я таким не являюсь но на самом деле он достаточно серьезно практиковал а группа у него называлась по-моему звуки му звуки му и такая была очень нестандартная группа никто не застал еще это но он такой был очень это нестандартный и тогда время перестройки это и все это очень заходило но во всяком случае тогда у меня это название это вызывало ассоциацию Герасим и Му и песни у него такие были подобные как Герасим теперь это конечно звуки му как и у всех нормальных преданных вызвало ассоциацию с коровой с чем-то божественным и так далее но это было чуть-чуть по-другому и вот он такой был очень экстравагантный на сцене и все и потом я его потом какой-то был период духовной практикой занимался и потом появился этот фильм Остров и было очень интересно и как-то в одном интервью Мамонов делился своими реализациями тоже очень интересно как люди которые практикуют искренне они приходят к определенным выводам и он делился что я ложился в острове фильм так назывался в гроб строгая вещь четыре стеночки и крышка ни евангелия ни икон ничего нет с чем ляжем что я собрал записывать умею водить машину умею тем-то пользоваться умею прощать не умею не разражаться не умею отдавать чтобы не было жалко не умею все что вечности пригодится все что потрогать нельзя не умею а я научился за эту жизнь тысячу ненужных там вещей что же делать отлипать потихоньку как липучку от раны потихоньку открывать отрывать с радостью вижу в себя в себе начатки отлипаний вот на что стоит тратить жизнь на подготовку к вечности достаточно глубокая реализация потому что зачастую мы даже не просто в какой-то своей повседневной социальной жизни даже в преданном служении мы прилипаем к каким-то вещам от которых потом нам придется очень тяжело отлипать то есть которые в общем-то и признак очень простой нам они вообще никак не пригодятся в настоящей жизни то есть они нужны просто здесь как материальные протезы временные для существования здесь но самое интересное в том что для существования здесь на самом деле нам не нужны эти протезы то есть если мы научимся жить вот этими настоящими чувствами настоящими взаимоотношениями которыми живут в духовном мире то духовный мир уже придет сюда пока мы находимся здесь в материальном теле мы уже сможем жить в обществе где все друг другу помогают где все друг друга любят где все как он здесь говорит то есть не тратят вот на эти грубые вещи они прощают они заботятся они не злятся и так далее то есть это то общество в котором все мы хотим жить и для этого нам нужно просто понять что надо заканчивать быть аслами надо заканчивать быть мудхами и учиться на этом примере из Бхагава там на примере Аджамилы что мы не застрахованы от того что даже если мы какое-то время практикуем что нас не привлекут эти ничего не значащие пучки травы которые нам все время кто-то пытается перед носом помахать и зачем нам это делают для того чтобы мы как ослы взгрузили на себя эти все тяжелые вещи и тянули это все вместо того чтобы посвятить жизнь каким-то вечным ценностям вместо того чтобы строить какие-то вечные отношения которые понадобятся нам в нашей истинной вечной жизни и здесь в комментарии Чила Прабхупада обращает внимание на вот эту вещь правильной привязанности то есть Аджамиле повезло что именно младшего ребенка он назвал именем Бога хотя наверняка и остальные дети были тоже какими-то очень значащими именами названы потому что это хорошая традиция в Индии называть детей именами Господа или его слух и так автоматически то есть те кто участвует в этой традиции накапливает это агьято сукритя о котором Шила Прабхупада здесь объясняет и в конце Шила Прабхупада говорит что сам того не осознавая Аджамила произносил имя Нараяны и это зачлось ему ибо имя Верховного Господа обладает трансцендентным могуществом и когда мы поверхностно рассматриваем эту историю то нам кажется что классная штука это имя Господа можно его в суе произносить и зачтется но не все так просто и если мы чуть-чуть более внимательно почитаем эту историю и рассмотрим то мы увидим что несмотря на все вот это абсолютное могущество святого имени которое присутствует есть другие условия для того чтобы оно сработало и одно из условий и главное условие это мы должны безоскорбительно слушать и воспевать святое имя и Аджамила как раз он обладал этой квалификацией что несмотря на то что он звал не Господа но поскольку находясь в таком положении когда он был в полном отчаянии и он не знал уже что делать и он очень искренне как крик последней надежды как ребенок зовет мать начал звать того к чему его чувства были максимально привязаны то есть его крик он был абсолютно чист и благодаря этому святое имя проявилось и проявился вот Господь и следующий урок из этой истории который мы можем сделать что если мы надеемся что святое имя также сработает в нашей жизни мы должны выбрать правильные привязанности то есть мы должны всю жизнь формировать эти привязанности потому что если в какой-то трудный момент мы вместо имени Кришны на которого мы надеемся начнем звать маму или президента или милиция или еще что-нибудь то это имя не сработает и у нас не сработает рефлекс обращаться к тому кому нужно обращаться поэтому нам нужно формировать в течение жизни эту правильную привязанность нам нужно в любые моменты радости печали трудностей обращаться к тому кто может по-настоящему это разрешить и тогда у нас появляются шанс в тот момент когда нам это нужно будет очень произнести вот когда мы будем находиться в абсолютном отчаянии или когда мы будем находиться в полном полной готовности оставить это материальное тело оставить все вот эти сухие пучки травы которыми нас заманывали мы будем знать что мы будем произносить мы будем произносить то святое имя которое действительно сработает следующий очень важный урок из этой истории который связан вот именно с этим моментом мы должны также не забывать что в жизни Аджамилы не проявилось это все просто из ниоткуда то есть он достаточно долго и не одну жизнь практиковал для того чтобы получить хорошее рождение в романической семье в семье которая следовала строгим стандартам и мы изучая священные писания знаем что не так-то просто получить подобное рождение для этого нужно очень много жизней вести благостную жизнь и похоже что большинству из нас этим похвастаться не получится большинству из нас нету этого бонуса но у нас есть другой бонус у нас у нас есть другой бонус у нас есть замечательный бонус потому что нас приняли в семью где это все включено автоматически Шила Прапупада создал эту семью и он нас принял и преданные которые нам рассказали об этой возможности опять же почему это стало потому что мы открыли свое сердце мы открыли кому-то из преданных свое сердце и положили и позволили положить в это сердце вот это семечко преданности и благодаря этому мы стали частью семьи Шилы Прапупады то есть мы фактически получили это благочестивое рождение Шила Прапупада создал его однажды ученики спросили Шила Прапупада объясните нам как так получилось что мы родившись на западе ведя такой образ жизни употребляя интоксикации ничему не следуя сейчас можем поклоняться Господу воспевать его святое имя какие такие усилия создали это наше благочестие может быть мы в прошлых жизнях это следовали чему-то Шила Прапупада посмотрел чуть-чуть наклонил я создал ваше благочестие Шила Прапупада пришел в этот мир специально для этого чтобы выполнить миссию Господа Чайтани Спасителя самых падших и он создал для нас это благочестие и мы теперь можем быть в этой чью-то Готре в этой семье Господа и начинать с этого как бы условия как есть условия но недостаточное ну неважно то есть у нас уже тоже самое положение как у Аджамилы создано Шилой Прапупады и мы получаем это общение и иногда мы ведем себя точно так же как Аджамила дальше может быть не так грубо не так ярко как описано в этом триллере про его жизнь но если мы заглянем себе в сердце то каждый признается что несмотря на то что Шила Прапупада по своему безграничному состраданию дал нам самое ценное то чего мы не заслуживаем мы не можем его сохранить мы к нему очень легкомысленно относимся и мы ведем себя как Аджамила мы забываем о том какой ценностью мы обладаем мы промениваем как эти мудхи ослы на пучок травы сухой все то что у нас есть и в какой-то момент эта милость Господа Чайтания это сострадание Прапупада его учеников его последователей нас все равно не оставляет и к нам приходят преданные с книгами со святым именем и они нам напоминают как в этой истории пришли вишнудуты после того как Аджамила произнес святое имя они нам напоминают наше истинное положение и что дальше с Аджамилой произошло он не он не взошел на цветочный корабль он осознал свое положение он вспомнил об этом великом даре и он пошел заканчивать свой духовный путь совершать аскезы и идти к Богу поэтому из чувства благодарности у нас есть великая возможность особенно сейчас в марафон Шилы Прабхупады реализовать еще один бесконечный дар Господа который говорит что больше всех он благоволит к тем преданным которые распространяют славу его преданных которые распространяют славу преданного служения и у нас есть возможность сейчас помочь Шиле Прабхупаде выполнить миссию его духовного учителя помочь нашим духовным учителям выполнить миссию своего духовного учителя из благодарности к тем преданным которые когда-то подошли к нам с книгой на улице когда-то прошли мимо нас с Харинамой когда-то сидели на ухо как у меня было на заднем сидении в автобусе и два часа пока мы ехали из Днепропетровска в Полтаву повторяли святое имя и за эти два часа я успел пять раз разгневаться семь раз успокоиться то есть но благодаря этим преданным которые прилагали эти усилия то есть у нас есть возможность сейчас сидеть всем здесь и слушать эти замечательные истории созерцать эти замечательные божества вкушать этот замечательный просад и из благодарности мы можем взять книги и в этот марафон поделиться ими с кем-то то есть разделить эту возможность стать частью этой семьи по-настоящему отвлечься от этих сухих ничего не значащих пучков в травы и почувствовать себя частью семьи Шилы Прабхупады вспомнить как Аджамила что у нас уже есть это благочестие что мы уже являемся членами Ачюта Готры семьи Господа и благодаря этому продолжить свой путь трудный путь вверх в Гималайи через Аскезы но который закончится абсолютным счастьем к которому мы стремимся который закончится реальным нашим воссоединением с семьей Господа в духовном мире где мы сможем вместе с остальными преданными служить Господу в божественной чете и в том положении которое изначально принадлежит нам как членам этой семьи но этот путь нужно пройти чего я во всем и желаю как и написано я оставил место на вопросы поэтому пожалуйста одно из качеств обусловленной души это врать ну обманывать и я слушал лекцию бхакти-яна-махараджа называется обиды и прощения тема и он говорит интересную штуку мы склонны к подменам есть понятие анукаринам и анусарам анукаринам и анусаринам то есть анукаринам это просто подражание анукаринам это понимание сути мой вопрос он сказал что бхакти-йога это ежедневный труд бхакти-йога это ежедневное предание кришне мой вопрос в чем из вашего личного опыта если он есть такой как что для каким образом вы предаетесь каждый день кришне что для вас предание кришне каждый день если этот опыт есть ежедневного предания на своем уровне спасибо за вопрос он мне напомнил то есть еще один момент о котором я хотел сказать я про него в общем-то сказал ну вот если рассмотреть эту ретроспективу жизни Аджамилы то мы тоже можем увидеть как она практикала то есть вначале будучи молодым браманом молодым человеком он испытывал просто автоматически какое-то удовлетворение он родился в этой семье в этой культуре вот точно так же как мы приходя в общество преданных получив этот дар сразу у нас такое возникает у цеха мая вдохновение нам все в розовом цвете все вокруг святые вся деятельность нектарная и так далее но потом наступает вот этот тяжелый период анартханеврити в котором все анартхи начинают проявляться мы их начинаем видеть вот у Аджамилы это проявилось в таких угроформах то есть мы все время прячем эти проявления как-то пытаемся выглядеть продолжать выглядеть святыми иногда у нас это не получается иногда мы находим оправдание почему мы этому не следуем и так далее и в этот период ну и потом это заканчивается вот таким прозрением у всех потому что если Шила Прапупада на кого-то пролил свою милость если он уже послал своих представителей кому-то если вы уже получили книгу святое имя и так далее вы уже начали этот путь просто время отделяет и наша решительность и наше отсутствие мудхости ослиности то есть потому что если мы осознанно не будем двигаться по этому пути то нас заставят просто обстоятельства но поскольку у нас уже есть это свет в конце туннеля то рано или поздно мы начнем обращаться к этому вопрос насколько глубоко нас погрузят вот в отчаянии поэтому то есть вот этот период анархо-неврития он закончится там более высокими стадиями духовной практики и как бы про первый период все понятно там все хорошо ну как бы нет интереснее вот и он самый длительный если смотреть вот в течение жизни человек этот период избавления от анархо-неврития есть какие-то счастливые души которые уже ну или несчастные которые не сумели закончить духовный путь в прошлой жизни то есть но так или иначе имеют богатый опыт и они очень быстро этот проходят путь достигая того уровня на котором они остановились в прошлой жизни но как правило большинству то есть нужно достаточно серьезно поработать в этом процессе анархо-неврития и какой метод Шила Прабхупада дал для того чтобы работать то есть он дал очень понятный метод то есть воиди садана бхакти то есть мы следуем садгане и садгана она во всем проявляется и в режиме дня и в познании духовных наук и в ежедневной деятельности и так далее то есть чем бы мы не занимались есть очень все регламентировано мы идем поклоняться божествам там все арчено расписано поминутно по движениям по мантрам и так далее мы готовим на кухне тоже нужно следовать определенным мы одеваемся даже когда то есть мы не просто беспорядочно есть правила и предписания которые мы следуем и на нашем уровне предание о котором вы говорите оно и заключается в том что мы прилагаем максимальные усилия чтобы следовать этой садане то есть и эти усилия они тогда нас приведут к определенному результату потому что иногда мы хотим подменить вот этим подражанием да то есть мы не понимая суть одеваем одежды но не понимаем почему такие одежды мы одеваем мы махаем перед Господом какими-то предметами потому что нам сказали 4,2,3,7 ну что это значит зачем это мы не понимаем мы едим просад ну и относимся это просто как к еде а не как к милости Господа и так далее то есть но когда мы следуем садгане мы хотя бы имеем распорядок правила и предписания то есть это как сосуд который мы можем наполнить сознание не имея наоборот не получится то есть мы не находимся на спонтанном уровне мы привлечемся как отжимило чем-то тем чем лучше не привлекаться но если мы следуем садгане следуем правилам и предписания дальше мы можем добавлять эту осознанность поэтому наша осознанность начинается с оследования ваиди сада на бакте и постепенно добавляя осознанность мы проходим этот путь анардханеврити то есть вот этот вкус он вытесняет все другие вкусы и мы продвигаемся дальше я не знаю насколько это было полезно есть еще какие-то вопросы может быть исправление дополнение спасибо большое за лекцию очень легко вообще проблем никаких нету рассмотреть мудрость в других как ее найти в себе и согласиться с этим еще и начать работать а начало с того чтобы вы видите ну да выздоровление алкоголика начинается с того что он признает что он алкоголик как такой вопрос вопрос от тех кто находится в положении мудх и мы пытались в лекции прояснить что если мы хоть немного разума применим то есть оторвем свои чувства от объектов этих чувств то есть и включится разум то мы сразу увидим что в гробу карманов нет что мы с собой ничего не сможем что все эти ценности они как бы очень эфемерны и вот силой разума как бы мы сможем себя заставить следовать процессу и тогда в следовании процессу садане изучение священных писаний общению с преданными постепенно это видение начнет проявляться потому что легко сказать в общем то ну как бы ответ можно стандартный ответ на любой вопрос вам инсайт дают то есть когда будете давать лекции или вдруг вам кто-то будет подходить к вопросам на стандартный вопрос как то есть есть стандартные ответы то есть один из них нужно найти того кто обладает видением отличным от мудхи он с вами поделится вот есть еще несколько заготовок потом с вами поделюсь вот но как бы это не дает полного понимания но этот вопрос он на самом деле вопрос который является ключевым вопросом всей нашей духовной практики этот вопрос ответ на который является ключевым вопросом к ответу на то как стать даже просто человеком цивилизованным ответ на этот вопрос он является ответом на то как даже просто добиться успеха в этой материальной жизни то есть ответ на этот вопрос он гарантирует нас от того что мы не то что успешно но хотя бы от страданий в этом материальном мире мы избавимся и вот вы никому не рассказывайте этот ответ это только для вас вот что бы не происходило в вашей жизни это какие бы простые сложные или очень сложные ситуации вы не попадали каких бы успехов материальных силы славы почета или даже отречения вы не хотели бы добиться вот запомните ответ на этот вопрос вот чтобы какую бы цель вы перед собой не ставили начинайте себя не надо смотреть что у других вот любой конфликт проблемы в семье возьмите 108 процентов ответственности за свои 50 процентов проблем в семье проблемы в храме возьмите 108 процентов ответственности за проблему которая проблема там на работе возьмите эту ответственность и тогда все поменее тогда вы станете самым успешным на работе вы станете самым успешным в личностных отношениях, вы станете самым успешным проповедником и так далее. Единственное, что нас делает неуспешным, это вот то, на что так тонко обратил внимание Шудаку Маркару. Это единственная проблема, в общем-то, и причина нашего нахождения в материальном мире. Это то, что мы все время указательным пальцем показываем на кого-то, хотя все остальные в это время смотрят на нас. Поэтому рецепт простой. Спасибо вам большое. Нужно остановиться.